Чубайс увидел проблему в дешевизне электроэнергии в России. Девальвация рубля и конкуренция привели к тому, что цены на электроэнергию в России остаются предельно низкими. Дешевизна электроэнергии приводит к ее бездумному расходованию, которое съедает весь позитивный эффект, уверен Чубайс. Цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе гайда Русского форума. Это приводит к неэффективному расходованию энергии, полагает он. Так получилось по двум причинам. Одна причина – девальвация рубля. Вторая – антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила. Если дешевая, экономить ни за чем, сказал глава Роснано. Переломить этот ренд воспитательными мерами невозможно, уверен Чубайс. Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности. Таким образом, дальнейшее снижение цены будет вести к отрицательному результату росту неэффективного расходования. Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену? К ответу на этот вопрос необходимо подойти взвешенно. Россия – страна бедная. Значительная часть населения в стране живет бедно либо очень бедно. С плеча решить задачу повышения цены неправильно подчеркнул глава Роснано. По мнению Чубайса, выходом из этой ситуации могло бы стать решение, при котором расходы были бы переложены на более состоятельную часть общества. Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна еще 10 лет назад. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки, отметил он, напомнив о пообсуждении введения социальных норм потребления. Эта мера покажется болезненной тем, кому придется платить больше богатым, однако иного выхода нет, уверен глава Роснано. Чубайс увидел проблему в дешевизне электроэнергии в России.